Ежедневно в стабилизационном пункте спасают жизни украинских бойцов. Всё начинается с этой машины, реанимобиля, на которой раненого бойца забирают с позиций. Машина обладана кислородом, аппаратом ИВЛ, наблюдающей аппаратурой. Это машина для транспортировки тяжёлых раненых. Эта кровать поднимается вверх, вниз, вперёд, зад задирается. Это, можно сказать, как операционный стол. И возле него может стоять и хирург, и анестезиолог, и делать своё дело. Это более адаптированное место, где можно проводить какие-то противошоковые мероприятия по сравнению с машиной скорой помощи, которая по городу ездит. Сергею 42 года. Он из Кривого Рога. 15 лет проработал в отделении реанимации анестезиологом. На фронт попал в марте прошлого года. Рассказывают, тут работа очень отличается от оказания помощи в гражданской жизни. Сергей говорит, первое – это интенсивность и отсутствие выходных. Но в таком режиме он уже полтора года. Когда работа есть, работаем. Потому что она бывает и утром, и вечером, и ночью. Труднее, когда привозят тяжёлых больных. Главное их стабилизировать и довести до госпиталя, чтобы там предоставили помощь. Сюда к нам привозят с турникетами, с бандажами, давящими повязками. Всё это снимается тут и смотрится. Врачи смотрят, делают ревизию раны во всех моментах. Потому что бывает, что необходимо что-то там доделать. Зашить, затампонировать, ещё бандаж наложить. Турникет главное снять и посмотреть, как конечность. Потому что чем быстрее ты снимешь и посмотришь, что с конечностью, тем больше шансов остаться с этой конечностью. В самом стабилизационном пункте ежедневно идёт борьба за каждого пациента. Независимо от тяжести ранения, задача медиков – стабилизировать человека и уже тогда отправлять дальше в госпиталь. Работают тут, несмотря на постоянную угрозу обстрелов и атак беспилотниками. Пациенты тут есть всегда, говорят врачи. В этом случае минно-взрывная травма, огнестрельное поражение левой боковой стенки живота и перелом левой скулы. Михаил Владимирович – врач-анестезиолог из Херсонской областной клинической больницы. Ему 57. Сначала полномасштабное вторжение России оказался в оккупации в родном городе. Эвакуировав свою семью, он решил идти на фронт добровольцем. Михаил уверен, все действия медиков здесь должны быть направлены на максимальную эффективность. Он должен дышать в машине, сам. У него не должно быть остановка дыхания. И в то же время он должен быть хорошо обеспечен. Потому что дорога плохая. Они это наши летят. Мы часто попадали под обстрелы. Сейчас немножко орков отпинали чуть-чуть, поэтому обстрелов стало меньше. Были прямые попадания. В стопунт. Да, в стопунт мы несли потери. Были двухсотые, были трехсотые. Медики. Поэтому мы это все прошли. Вспоминая, какие тяжелые смены у него были, Михаил говорит, это не самое сложное для него. Для меня это может показаться странным. Это гигиена. Я привык мыться каждый день. Мыться, чистить зубы, мыть голову. Ну, это бывает по несколько недель. Не чистишь зубы, не моешься. Потому что с водой тяжело. Ходишь грязно, вонючее. Мне это очень неприятно. Вот это для меня самое тяжелое. Не еда, не работа. Гигиена. В стабилизационном пункте есть все необходимое для того, чтобы помочь раненым, говорят врачи. Если надо, перевязываю в хирурги сосуды. Зажимы накладываю. Потом перевязали. Я в это время восполняю. Есть концентратор, кислородная поддержка. Но больного стабилизирую. Если надо, мне час стабилизирую, мне два стабилизирую. Чтобы он не задвуксотился на этапе эвакуации. И три часа были моменты, что стабилизировали. Потом отправляли. Медики рассказывают, что работают, даже если рядом продолжаются боевые действия. Но покидать эту работу никто из врачей не планирует. Даже несмотря на то, что многие не знают, когда смогут увидеться с родными и близкими. Все четко осознают, что держать строй необходимо до победы Украины. Анастасия Волкова, Артем Воронин. Из Донецкой области. Для телеканала Freedom.